Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгения Викторовна Кузнецова. Я кандидат юридических наук, юрист и доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения Государственного и муниципального управления Уральского федерального университета. И сегодня я хочу вам предложить обсудить книгу Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это уже второй блок нашего с вами обсуждения. Я вас призываю обратиться к предыдущему видео и посмотреть, почему именно эту книгу мы выбрали для обсуждения. И также обсудить первый блок в триаде «Семья, частная собственность и государство», а именно «Происхождение семьи». Но тем не менее, если вы смотрите этот ролик первым, то обозначу, что работу Фридриха Энгельса я считаю классикой для всех представителей общественных наук, для тех, кто интересуется закономерностями возникновения общества, развития общества. И считаю, что нам с вами очень важно такие моменты отслеживать и пытаться вот эти вот закономерности самостоятельно вывести, самостоятельно проследить для того, чтобы нам было проще ориентироваться в текущих общественных реалиях и социальных институтах. И в том числе для того, чтобы увидеть, как связаны общество и те институты, которые являются для нас абсолютно привычными и, на наш взгляд, заданными изначально, как они связаны с государством, с развитием институтов государства и, как следствие, правовым регулированием, которое государство на эти институты распространяет. Итак, в триаде семья, частная собственность и государство первое место занимает семья, не потому, что семья – это базовая ячейка общества, из которой общество потом сформировалось. Об этом я говорила ранее и сейчас повторять уже не буду. Второй блок, вторая ступенька, связующая звено как раз между семьей и государством – это институт частной собственности. Энгельс посвящает довольно много времени именно рассмотрению института семьи и, наверное, через призму института семьи выводит нас на закономерности связи между частной собственностью и государством. Кроме того, Энгельс приводит различные формы власти, различные формы общественного устройства для разных племен и разных народов примерно одного уровня развития. Это американские племена, как раз за которыми он наблюдал и на основе наблюдений за которыми он сделал выводы. И также привычные нам древние греки, древние римляне, германские народы, которые находились на той же ступени развития, что и американцы в конце 19 века. Американские индейцы, я имею в виду, они жители Соединенных Штатов Америки, современных нам. Сейчас я хотела бы привести цитату, которая, на мой взгляд, позволяет проиллюстрировать как раз связь между семьей и институтом частной собственности. И затем прокомментирую, как связаны эти три института и как, собственно, частная собственность влияет на возникновение государства. Энгельс описывает устройства греческого рода, греческого общества и в том числе греческой семьи и затем заключает. Таково было происхождение моногамии, насколько мы можем проследить его у самого цивилизованного и наиболее развитого народа древности. Она отнюдь не была плодом индивидуальной половой любви, с которой она не имела абсолютно ничего общего, так как браки по-прежнему оставались браками по расчету. Она была первой формой семьи, в основе которой лежали не естественные, а экономические условия. Именно победа частной собственности над первоначальной стихийно сложившейся общей собственностью. Господство мужа в семье и рождение детей, которые были бы только от него и должны были наследовать его богатство, такова была исключительная цель единобрачия, откровенно провозглашенная греками. В остальном же оно было для них бременем, обязанностью по отношению к богам, государству и собственным предкам, которую приходилось выполнять. Таким образом, единобрачие появляется в истории отнюдь не в качестве основанного на согласии союза между мужчиной и женщиной, и еще меньше в качестве высшей формы этого союза. Напротив, оно появляется как порабощение одного пола другим, как провозглашение неведомого до тех пор во всей предшествующей истории противоречия между полами. Итак, первое наблюдение, которое мы можем сделать на основе этой цитаты. Частная собственность явилась основой первого социального разделения. Энгельс, конечно, видит мир через призму классовых противоречий, и эти классовые противоречия и их основу, зерна классовых противоречий он видит уже в институте семьи. Я здесь не могу согласиться с Энгельсом в полной мере, но, тем не менее, считаю, что в основе своей утверждения Энгельса верны. Действительно, институт моногамии в той форме, которую мы знаем сегодня, это не некий плод взаимной любви мужчины и женщины, не высший союз, основанный на доверии и взаимопонимании, как мы привыкли, наверное, осознавать этот союз сегодня, а экономическая сделка. С чем она связана? Она связана с тем, что в основном именно мужчины занимались производством, именно мужчины занимались земледелием и скотоводством, и, соответственно, в мужских руках накапливались богатством. Женщины не могли заниматься подобным трудом не только потому, что они хранительницы очага, опять же, как мы сегодня с вами привыкли это воспринимать, а потому что женщины занимались воспроизводством рода, рождением детей, и им просто некогда было и физически было невозможно работать наравне с мужчинами. Следовательно, вот такое первое разделение труда, оно в основе своей имеет природные условия. Далее, мужчины накапливают в своих руках богатство, а переходят эти богатства к общим детям, так как первоначальной формой брака являлся не парный брак в сегодняшнем его виде, а родовой брак, ну и затем групповой брак. Таким образом, мужчина, который всю жизнь накапливал определенную собственность, затем передавал эту собственность, ну, неизвестно в чьи руки. Следовательно, моногамия своей целью имела именно закрепить рождение детей от определенного мужчины, который затем будет уверен, что он накопленные им богатства передаст в руки своих же потомков. Этот момент является интересным и с точки зрения возникновения семьи, и, безусловно, с точки зрения возникновения государства, потому что именно институт частной собственности и желание людей сохранить нажитое имущество и приумножить его затем привело к первому классовому разделению и привело к тому, что затем потребовалось возникновение некой прослойки управленцев, которые затем занимались бы только распределением ресурсов и управлением теми ресурсами, которые были накоплены. Предполагается, что именно те граждане, которые накопили наибольшее количество ресурсов, затем попадали в прослойку управленцев и могли как раз участвовать в дальнейшем распределении ресурсов. В представлении Маркса и Энгельса такое развитие общества изначально несправедливо, и как раз вот это вот участие богатых в управлении, в распределении ресурсов влечет за собой классовые конфликты, которые затем должны разрешиться при построении социализма и коммунизма. Но в труде о происхождении семьи, частной собственности и государства Энгельс совершенно не продвигает вот эту часть экономической теории и политической экономии, а говорит нам только о базовых институтах и о базовых закономерностях, которые, мне кажется, можно считать истинными, и как раз познав которые, мы с вами можем самостоятельно сделать вывод о том, верна ли теория о классовых противоречиях или не верна.